Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз не принял решение о потолке цен на российскую нефть. Еврокомиссия провалила переговоры с министрами энергетики страны ЕС о введении потолка цен на газ и на российскую нефть. Предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ в районе 2900 долларов был назван слишком высоким, а предложенный потолок цен на российский газ в районе 70 долларов неэффективным. Вообще по вопросу установления потолка цен на нашу нефть разгорелись нешуточные дебаты. Представители всех стран ЕС выступили своими предложениями. Диапазон предложенного ценового коридора на российскую нефть оказался чрезвычайно широк – от 30 до 70 долларов. Поляки представители прибалтийских государств призвали Еврокомиссию не делать российским нефтяным компаниям щедрых подарков. А греки и представители Мальты призвали разрешить покупку российской нефти по цене не ниже 70 долларов, чтобы не лишать себя доходов от перевозки нашей нефти в другие страны. Венгры по традиции заняли пророссийскую позицию и категорически высказались против любых искусственных ограничений цен на российскую нефть. Тем не менее большая часть стран в целом согласилась с первоначальной редакцией установить предельную цену на покупку российской нефти в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель. Стоит напомнить, что уже 5 декабря в странах ЕС вступает в силу полный запрет на покупку российской сырой нефти, причем независимо от ее цены. О планах по отмене указанного запрета пока ничего не сообщается. Тем не менее европейские чиновники продолжают спорить о предельной цене покупки российской нефти. Возникает вопрос, для чего это делается? Для каких стран вводится потолок цен на российскую нефть, если к этому потолку кроме США и их союзников никто так и не присоединился? Ранее возникала мысль о том, что наши западные партнеры вводят потолок цен на российскую нефть для себя. После определения ценового критерия и США, и ЕС, и Япония сообщат о снятии принятого ранее запрета на покупку нашей нефти. Однако позавчера американский Минфин сообщил, что США не планируют отменять введенный в марте запрет на поставку российской нефти на американский рынок. Эту же позицию может занять и Евросоюз, который часто копирует решения, принимаемые американской администрацией. Отмечу, что США разрешили Японии покупать российскую нефть без каких-либо ограничений до 30 сентября следующего года. Остальные и крупнейшие потребители нефти, включая Китай и Индию, ранее заявляли о том, что они не присоединятся к потолку цен на российскую нефть. Для кого и для чего тогда страны Большой Семерки ведут жаркие дебаты о потолке цен на российскую нефть пока остается загадкой.